Серьезные сосредоточенные лица, четкие спортивные движения. Участники соревнований настроены на результат. Сюда, в Сочи, приехал в основном второй состав гимнасток. Первый находится в Казани, где в субботу состоится открытие Всемирной универсиады. А спортивные гимнастки на соревнованиях в Сочи намерены тоже отличиться, повысить свой спортивный разряд. Самая сильная школа – это, конечно, Москва, никуда не денешься. Потом Краснодар-Армавир не уступит. Воронежская школа – очень сильная девочка. Награждение состоится через три дня. А сейчас первые выступления, которые сочетаются с общей разминкой. Число участниц свыше 150. Возрастная группа разнообразная, от самых юных, которые внимательно наблюдают за старшими, до уже опытных спортсменок. Каждая команда постаралась быть в одинаковых спортивных купальниках. Вот эта группа из Нальчика. Хорошее выступление, большие амбиции и… Первые слезы. Неудачный прыжок с бревна и сильная боль в ноге. И больно, и обидно, ведь хотелось Диане Анчиповой совсем другого. Спортивная гимнастика – это, как показывает практика, не только красота и грация. Но трудности в спорте только закаляют гимнасток, решительно построенных на победы. Мы готовились около месяца, было очень сложно, в принципе, все получалось. Мы выступили, в принципе, неплохо. Вот, вся программа получилась. То есть, все удалось. Сочинцы тоже включились в борьбу. Но, по прогнозу судей, лучшие результаты они смогут показать через пару лет. Талантливые гимнастки пока только подрастают.